Храм книг. 150 лет исполнилось со дня открытия в Мурме первой публичной библиотеки. Значимое городское событие отметили в торжественной обстановке во Дворце культуры тысячестолетия. Работников книжного дела чествовал глава округа Евгений Рычков. Подробности в сюжете. Одна эпоха сменяет другую. На сцене воссоздана обстановка давно минувших лет. Тот самый день, когда в Мурме было принято решение об открытии первой публичной библиотеки. В наши дни библиотека – это не только место для чтения. Это кладезь всесторонней информации. В помощь продолжению развития библиотечного дела станут подаренные главой округа 8 ноутбуков. Библиотеки, кто бы что ни говорил, всегда будут востребованы. Поэтому для того, чтобы новые поколения проходили путь ротации и вливались, социализировались в новые условия, конечно же, необходимо, чтобы они обладали всеми знаниями, которые были накоплены до них. Сегодня чествовали тех, кто внес огромный вклад в развитие библиотечной системы округа, отдал частичку своей души книжному делу. Елена Широкова проработала в библиотеке более 25 лет. Женщина признается, что работа библиотекарей вовсе не ограничивается выдачей книг. Время диктует свои правила, и традиционные книгохранилища стали сейчас нечто большим, чем просто складом книг. В библиотеке все-таки стремятся идти с ногу со временем, и чисто книговыдачей заниматься, как таковая ни одна библиотека ни в городе, ни в стране уже не занимается. Мы стараемся развивать и другие функции. Прежде всего, это электронное, естественно, обслуживание, актуальное в современном мире. Это электронная доставка документов читателям на дом. И виртуальная справка, то есть на расстоянии можно задать вопрос библиотеку или специалисту, и получить какую-то небольшую справку, фотографическую или уточняющую. Ну и развиваем мы досуговую деятельность библиотек. Сегодня для горожан действуют 12 муниципальных библиотек. Централизованная библиотечная система продолжает завоевывать внимание читателей и победы в общегородских, областных и всероссийских конкурсах. Екатерина Задовская, Александр Барсуков, Новости Муром.